Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада, да-да, вновь приветствовать именно тебя! Тебя, моё золото, на моём канале! Сегодня мы с Полиной снимаем такой челлендж, который, по-моему, называется «Три маркера». В общем, рассказываю. Мы купили вот такие вот две чудесные одинаковые раскраски и вот такие вот маркеры абсолютно разных цветов. В коробке их 24 разных оттенков абсолютно. Игра заключается в том, что мы должны с закрытыми глазами выбрать себе три маркера и раскрасить одну из этих раскрасок этими тремя маркерами. И самое главное, что нам на это будет даваться всего одна минута, чтобы раскрасить какую-нибудь картинку из этой раскраски. И вы, соответственно, в моём инстаграме, ник вы сейчас видите на своём экране, обязательно подписывайтесь, туда я выкладываю очень много всего интересного, будете решать, кто же победил. Но итоговые варианты наших раскрашенных картинок будут выкладываться в сторис анонимно, чтобы никто не знал, что раскрасила я или же что раскрасила Полина, чтобы всё было по-честному. Ну и в конце этого видео мы узнаем, кто же всё-таки победил, кто смог за одну минуту раскрасить лучше, кому всё-таки фартануло и он вытянул крутые цвета. Пишите ниже в комментариях, проверьте свою интуицию, кто, по вашему мнению, выиграет в сегодняшнем ролике. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и... И не забывайте нажимать на колокольчик, кто этого не сделал, потому что мы обожаем людей, которые смотрят наши видео первыми и пишут об этом в комментариях. Да, мы вас любим и желаем приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, мы можем начинать! Итак, открываем раскраски, мы сейчас будем делать это впервые. Посмотрим вообще, какие картинки есть в этих раскрасках, вот таким вот образом. Раскраска очень красивая, с достаточно миленькой обложечкой, естественно, для детей. Мы специально с Полиной выбирали картинки попроще, как вы видите. Вот такой вот крокодил, жирафик, попугай. В общем, животный мир. Лев, бегемотик. А в конце тут еще есть всякие домики, фрукты и так далее. А, да, тут есть даже, видите, птички, паровозики. Картинки, в принципе, легкие, но посмотрим, какие маркеры нам попадутся. И повторяю, что нам на это будет даваться всего одна минута. Я предлагаю сейчас распаковать маркеры, мы это делаем тоже в первый раз. Да, у нас все новенькое. Ага, видим, тут яркие цвета. Вот такие вот, все очень крутые. И еще одна пачка. И еще одна пачка, как мне кажется, с точно такими же цветами, нет? Нет, они такие. Да, тут уже цвета поярче. Мы эти маркеры выкладываем вот так, естественно, с закрытыми глазами, чтобы мы не смогли запомнить, они будут перемешиваться. Поэтому, давай, Полина, ты сейчас вытянешь первые три маркера, и я закрою тебе глаза. Хорошо, но я предлагаю, чтобы ты сейчас их перемешала, а я отвернусь. Давай, Полина отвернулась. Я перемешиваю все цвета, чтобы Полина не знала, какие ей попадутся. Итак, стоп, не поворачивайся. Я их раскладываю так же и закрываю тебе глаза. Поворачивайся, тянись руками. Так, один маркер, второй, и третий. Третий маркер. Открывай. Вау, офигенные, они подходят даже друг к другу. Такой вишневый, оранжевый и неоново-розовый цвет. Ну что же, теперь я отворачиваюсь, перемешиваю. Так, ага, перемешиваем и раскладываем. Не поворачивайся. Не поворачиваюсь, ничего не вижу. Так даже интереснее, когда ты не подглядываешь, естественно. Все, давай. Ага, я ничего не вижу. Итак, пускай будет вот этот цвет. Ага. Вот этот цвет. Ага. И вот этот цвет. Офигеть, у нас одинаковые цвета почти. Мы вытянули, мы настолько сестры, что мы вытянули одинаковые цвета практически. Чтобы вы понимали, ребят, да? Мы с Полиной вытянули практически одинаковые цвета. Ну ладно, в этом раунде будет легко и просто. Напоминаю, что вы будете, ребятки, голосовать. Итак, давай выберем рандомную картинку. Давай первую, крокодил. Давай. Пускай у нас будет не зеленый крокодил. Да, итак, я открываю таймер. Вы будете, ребятки, за нами наблюдать, смотреть вообще, кто как раскрашивает. Естественно, мы именно раскрашивать будем с открытыми глазами. На скорость. Итак, прямо сейчас. Время пошло. Итак, я раскрашиваю носик крокодилу. Он у меня будет сам по себе оранжевого цвета. Как можно скорее пытаюсь раскрасить туловище, ноги. Понимаете, ребят, тут качественно и нормально, на скорость ничего не раскрасить. А что будет, если не успеем там раскрасить? Ну, будет незаконченная картина, и зрители будут голосовать. Глаза у моего крокодила будут вот такие вот розовенькие. Я вообще не успеваю. Рот у крокодила будет вот такой вот. А цвета отличаются, и я не тот взяла. Тоже розовенький. Желтый цвет у меня еще есть, совсем забыла. Бровки такие вот будут. Желтые. Так, красный рот. У тебя 10 секунд, Полина. В смысле? В смысле? Я вообще не успела. Я тебе говорю, только так можно разукрасить. Все, минута прошла. Я вообще даже не дораскрасила. Ну, давай, теперь проверим. Мне кажется, минуты это слишком мало. И так по... Нет. Видишь? Минута, я думаю, нормально. В принципе, можно успеть. Итак, я делаю бумеранг. Какая картинка лучше разукрашена? Я буду орать, если моя. Кстати, такое может быть, потому что зрители решают. Тут я уже никак не могу на это повлиять. Да. Ну, будем сейчас проверять. Первая, естественно, это моя. И вторая Полинина. Я выкладываю. Но пока зрители голосуют, опять выбираем маркеры. Полина, отворачивайся. Я перемешиваю маркеры. Совсем скоро мы уже сможем узнать, кто победил в первом раунде. Ну, и поворачивайся. Я закрываю тебе глаза. Выбирай три любые цвета. Первый. Ага. Второй. Ага. Третий. Ага. Открывай глаза. Вау. Зеленый, желтый и бордовый. Теперь я отворачиваюсь. Перемешивай. Это не совсем бордовый, но такой красивый, красивенький фиолетовый цвет. Так, подожди, я... Я не поворачиваюсь. Я разложу. Но очень охота. Мне кажется, интересно, когда не видишь. Ну, конечно, интересно. Более мы честно играем. Давай. Ага. Итак, я выбираю вот этот цвет, вот этот цвет и вот этот цвет. Офигеть, они у тебя одинаковые. Почти одинаковые, да. Зеленый. И черный. Темно-зеленый и черный. Я почему-то чувствовала, что я черный вытяну. Итак, дальше мы с тобой давай разукрасим... Предлагаю попугая, да. Попугая, да. Подходит нам. Мне точно. Тебе подходит, а мне не подходит. Итак, давай посмотрим, кто победил в первом раунде. Будем скринить. Я... Офигеть! 62% за Полинину картину. Я думала, так нормально. Но Полина сырательно начала разукрашивать. Ну уж, ладно. Итак, как вы решили, ребятки, в первом раунде побеждает Полина? 200 человек за нее и 60 за меня. Всего лишь. Ну, значит, я раскрасила как-то очень-очень плохо. Итак, у нас объявляется второй раунд. Секундомер. И мы можем начинать. Поехали. Попугай у меня будет вот с таким вот зелененьким клювом. Будет зеленая ветка. Фиолетовым брюшком. Это такой розовенький. Я буду разукрашивать вот таким вот образом. Цвета у меня, конечно, не суперкрутые. Поэтому нормально раскрасить попугая я не смогу. Я тоже. Но я не смогу вообще. У меня уже получается все через жопу. Да-да, охота взять другие цвета. У меня, к сожалению, только так. Сколько осталось? Осталось 20 секунд. У меня говно. Я уверена, Полина выиграет. У меня не попугай, у меня какой-то, я не знаю, какая-то злая птица, далеко не похожая на попугая. У меня тоже говно. Ну, я пытаюсь, наверное, как-нибудь это сердечки хотя бы нарисую. Вдруг это на зрителей повлияет. Все. Все, время вышло. Опять же, делаем бумеранг и спрашиваем у зрителей, кто победил в этом раунде. Может, я в этот раз сниму, чтобы не было понятно. Давай. Может, я с другой стороны. Поменяем картины местами. Да. Давай, делай бумеранг. Какой попугай лучше? Ну и, соответственно, я уверена, можно даже не спорить. Полинин попугай окажется круче. Ну ты раскрашивай старательнее. Я раскрашиваю. Так у меня три цвета говняных. Что ими можно разукрасить, мне можешь сказать хотя бы? Лучше уж говняными цветами, чем вот так вот. Ну, ребят, разукрашивать я нормально никогда не умела. Я этим, в принципе, не увлекалась. Ладно, давай пока. Я очень долго раскрашивала всякие картинки. Я обожаю просто раскрашивать до сих пор. Я перемешиваю, отворачиваюсь. Зря ты их сейчас выкладывала. Давай. Вытягивай три цвета. Раз, два, три. Красивые, нежные цвета. У меня висит. Голубой, розовый и зеленый. Давай, я отворачиваюсь. Давай. Итак, я выбираю вот этот цвет, вот этот и вот этот. Вау, цвет тоже красивый. Зеленый, такой вот красно-оранжевый и фиолетовый цвет. Давай. Мы сейчас будем раскрашивать слоника. Давай, да. У нас на очереди будет слоник. Слоник будет цветов. Он большой. Цветов. И сейчас узнаем, кто победил во втором раунде. Смотрим мою историю. Я, я, я. И, естественно, я. Я. А, я запуталась. Да, Полина. Ну и, конечно же, выигрывает Полина. За первого попугая проголосовала 58%, но за второго всего 42%. Я сейчас тоже побежду, потому что у меня голубой маркер, а слоны голубые. Полина у нас, кстати, ладно, Полина у нас выигрывает пока что. Время пошло. Я попытаюсь аккуратно разукрасить хобот, ноготки у нашего слоненка, чтобы было более-менее старательно. Глазки у слоненка будут вот такие вот оранжевые, а сам по себе слон будет фиолетово. О, это даже, видите, ребят, такой более розовый цвет. Обязательно тремя маркерами? А, да, 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 обязательно тремя. Ну да, ты вытянула, конечно, обязательно. Нужно использовать обязательно три цвета. Хорошо, тогда у меня слоник будет розово-синий. Маркеры, кстати, хорошие, да? Да, очень хорошие. Очень хорошо рисуют. Я думала, говно мы с тобой какое-то заказали, но оказалось нет. У тебя лучше в этот раз. У меня такой цветной, ребятки. Видите, слоник получился более-менее яркий. Время вышло. Стоп, прошло. А я не успела задействовать третий маркер. Ладно, давай тебе еще две секунды. Раз, два. Все, хорошо, Полина задействовала. И теперь делаю я бумеранг. Какой лучше? Спрошу я у зрителей. Мне кажется, в этом раунде победишь ты. Я тоже так думаю, потому что слоник получился более-менее симпатичный у меня. Да. Давай, за это время отворачивайся, дорогуша моя. Я перемешиваю все маркеры, даже которые мы сейчас с тобой использовали. И поворачивайся. Вытягивай. Раз, два, три. Три. Угу. Желтый, зеленый и черный цвет. Я сейчас быстренько проверю, сохранились ли у меня нет отрей. Блин, надо было розовый вытянуть. Да. Фламинго сейчас будем делать. Да, мы сейчас будем делать фламинго. Но я постараюсь перемешивать маркеры, чтобы было все честно. Чтобы сейчас никто не сказал, что я подглядела. Отвернулась. Я надеюсь, тебе не попадет на розовый. А я очень надеюсь, что попадется. Все, давай. Открывай мне глаза, поворачиваюсь. Там еще дальше есть маркер. Ага. Вот этот, вот этот и вот этот. Ну, слушай, вот этот цвет, я думаю, подойдет. Но у меня хуже. Ну, как кто выиграл? Сейчас узнаем, кто у нас победил во втором раунде. Или это третий уже был? Третий раунд уже. Нифига себе. Не залилась еще история. Давай тогда разукрасим и посмотрим. Да. Давай, минута пошла. Вот таким вот образом я раскрашиваю фламинго. Он у меня будет весь такого вот оранжевого цвета. Потому что не было, к сожалению, розового. Ну, я не вытянула. Пытаюсь раскрасить более-менее красиво. О, боже! У тебя какой-то наркоманский получился. Реально! Фламинго. И нужно задействовать все цвета. Осталось всего 30 секунд. Поэтому хвост моего фламинго будет синий. Глазки будут тоже синие. Ну, все, короче, ты победила. Оранжевочка такая вот синенькая. Ну, и животик будет тоже синенький. Я закончила. Ну, и минута как раз-таки прошла. О, боже! Так. Ну, ладно. У меня еще не залилась история. Поэтому пока я сделаю бумеранг. У Полины такой более зеленый фламинго. Нет, давай сделаешь сейчас бумеранг ты. Да. И оставим на месте эти рисунки. А то в тот раз мы их меняли. Отлично. Такой фламинго лучше. У тебя 100%. Ну, нереально мне больше нравится. Но у меня он красивого цвета. Да. Мне тоже больше нравится. Поэтому первый и второй. Выкладываю голосование. И прямо сейчас мы узнаем, кто победил в третьем раунде со слоненком. Победила, естественно. Я слоненка разукрасила. Я лучше. Он у меня был симпатичнее. Поэтому 83% за меня и 17% за Полину. Поэтому ждем, пока зальется фламинго. А пока давай я первая отвернусь. Нет, давай ты. Отворачивайся. Да. Полина отвернулась. Я перемешиваю маркеры, чтобы они нормальненько так лежали. Пытаюсь их выложить в линейку. И закрываю Полине глаза. Давай, дорогуша моя, вытягивай. Три любых цвета. Полина вытягивает у нас нежно-розовый, синий и какой-то коричневый цвет. Вот такие цвета. Теперь отворачиваюсь я. Перемешиваю моя дорогуша. Давай. Закрыла мне Полинка глаза. Я вытягиваю этот цвет, этот и вот этот. Вау, у тебя очень красивые. Голубой, бордовый и оранжевый. И раскрашиваем мы верблюда. Верблюд. О, у меня коричневый как раз. Кстати, да, тебе подойдет. Ну что же, время пошло. Погнали. Верблюд у меня будет с оранжевой такой шляпочкой. Как она называется, забыла. Ножки у него будут, ботиночки оранжевые. Ротик будет голубенький. Блин, я вообще не знаю. Карина уже победила в двух раундах, а я в одном. Ну вот сейчас у нас как раз таки идут решающие раунды. Мы узнаем, кто победил. Тут у нас большой верблюд, поэтому раскрасить за одну минуту нормально не получится. У тебя опять красивее. Думаешь? Да. Ну как бы, какие маркеры мы, собственно говоря, вытягиваем. Короче, я задействовала, можно считать. Минута прошла. Стоп. Отлично. Итак, сейчас мы узнаем, кто победил в том раунде. И заодно сделаем бумеранг с нашими верблюдами. Внимание, говорит Германия. Итак, естественно, побеждает мой фламинго. Не твой наркоманский, а мой фламинго. 92% проголосовало за мое творение. И всего лишь 8% за твое. И ты выиграешь сейчас в этом раунде. Бумеранг. Какой верблюд лучше. Но тут у нас в этом видео, понимаешь, нету призов, поэтому, в принципе, так сильно обидно не будет. Ну да. Зато и узнаем, что написали зрители в комментариях, кто по их мнению победил. Проверим их интуицию потом, как выйдет это видео. Ну и последний рисунок, который мы с Полиной раскрасим, это ведро. Офигенный рисунок. Мне нужен серый цвет, чтобы нормально раскрасить. И так, отворачивайся, дорогуша моя. Я перемешиваю все цвета. Серый, кстати, в наших оттенках фломастеров есть. Поэтому посмотрим, вдруг кому-то из нас попадется фиолетовый цвет. Поворачивайся, моя дорогая. Фиолетовый, а серый? Да, серый. Запуталась. Так, фигушки. Зеленый, коричневый и розовый. Ну ладно, нормально. Вот такие вот цвета. Теперь отворачиваюсь я. Я даже лягу. Ха-ха, совсем. Нет, так уж точно не было видно. Серый, нужно спрятать куда-нибудь. Ага, я тебе спрячу сейчас, серый. Давай-ка не прячем, она сама. Нет, спрятать именно в маркерах. Размечталась, ребят. Смотрите там за ней, чтобы она не мухлевала. Так, куда бы я не полезла. Нет, не смотри. Я не смотри, быстрее. Вот давай вот сюда. Закрывай глаза мне. Давай. Итак, я беру. Вот моя интуиция, пожалуйста. Вот этот цвет. Это мои марки. А, да. Вот этот цвет. И вот этот цвет. Фух, ты рядом прям взяла серым. Да? Здесь ты желтый взяла, а вот серый. Капец, блин. Ну ладно. Желтый, голубенький и вот такой вот бордовенький оттенок. Такие вот цвета мне попались. И это у нас последний рисунок. Давай. Время пошло. Ведерки, кстати, могут быть и в принципе цветные, детские, знаешь, которые для песочницы продают. Поэтому ведерка у нас может быть в принципе такое яркое, красивое, аккуратненькое. Само ведро у меня будет голубого цвета. У меня розовое. Цвета красивые, яркие. Да, у Полины тоже. Так, коричневая ручка будет. А у меня ручка будет такого бордового, даже красного цвета, ближе к этому. И зеленые верхушки. У нас осталось совсем немного. Я нарисовала крылья ведерку. Зачем? Не знаю. Итак, 10 секунд. Я уже закончила свой рисунок. У меня затекла нога. Извиняюсь, что я меняю позу. Жизнь блогера. Давай, Полинка, у тебя 5 секунд осталось. Ты закончила? Да. Итак, у Полины получилось вот такое ведро, ребятки. Сейчас мы узнаем, кто победил в этом раунде. Чей верблюд был лучше? Ну и, естественно, мой. Да. Мой с коронами оказался лучше. И сейчас мы узнаем, сколько было где процентов. Ведро тоже у тебя лучше сейчас. 85% за моего верблюда. И 15% за твоего. Ну и делаем последний бумеранг. Узнаем, кто же в этом видео победил. Ну, давай сделаешь лучше его ты. Чтобы никто не заподозрил. Делаем вот так. Ага. Какое ведро лучше? Так странно звучит. Итак, опросик. Первое или второе? Первое мое. А то мы путаемся. Ой, видишь, я говорю, что путаемся. Да, твое первое. Я выкладываю. Ну и последнее, что мы будем раскрашивать. Давай, Олька, отворачивайся. Узнаем, какие цвета тебе попадутся. Медвежонок! У нас дальше. Ага, смотрите, нацелилась там уже. Я перемешаю все равно все маркеры. Ага. Я хочу коричневый. Очень хочу коричневый. Медвежата тоже бывают разные. Плюшевый, разных цветов. Давай. Я знаю, но я очень хочу коричневый. Поворачиваемся. Ага. Ага. Вот такие цвета. Зеленый, розовый и оранжевый. Теперь отворачиваюсь я. Перемешиваю, моя дорогуша. И посмотрим, у кого медведь в этом раунде будет круче. Так, все, я перемешала. Я даже не особо желаю, чтобы у меня мишка был коричневым цветом. Он будет сильно темный, если достанется коричневый. Этот цвет, этот и вот этот. Тебе коричневый попался. Мне попался коричневый. Видите, ребят, закон подлости. Я сказала, что коричневый мне не нужен. И он попался, естественно. Итак, медвежонок. Ну что, я сейчас поставлю. Мы выберем кого-нибудь другого, а то мы подряд все выбираем. Медвежонок, ну мне кажется, он бы был круче. Нет, давай медвежонка. Хорошо. Нормально, подряд, так подряд. Раз, два, три. Время пошло. Медвежонок у меня будет с такими вот лапками, которые будут желтенького цвета. Это он просто по своему санью ходил. Карина. Будут желтые ушки. Такой сказочный у меня будет медвежонок. Мне тоже. Желтые ушки. Зелененькие бровки. Вот такие вот глазки зелененькие. Ну и все остальное, естественно, коричневого цвета. Коричневый не такой уж и темный цвет. Я еще ему нарисую щечки. Щечки будут такие вот желтенькие. Красивенькие. Раскрашу ротик. И сделаю ему вот такие вот ушки. Мне кажется, у меня получился довольно миленький. Да, вау. Итак, время закончилось. Сейчас мы узнаем, кто у нас победил в том раунде. Ну и, естественно, ты. Я, да. Тут и так понятно, значит, кто выиграл в этом видео. Но все равно сейчас узнаем. Хотя в начале Полина выигрывала. Итак, 78% за мое ведерко и 22% за Полини на ведро. Я сейчас сделаю бумеранг. Чей медвежонок лучше? Выкладываю вопрос. Циферка 1 и циферка 2. И сейчас мы узнаем. Но Полинка нарисовала сердечки, поэтому... В принципе, цвета у тебя еще розовые, такие красивые. Поэтому я думаю, что в этом раунде победила Полина. Так как это был последний рисунок, история уже выложилась. Ага, смотри-ка. Ты выиграла? Я выиграла. Серьезно? Да, смотри. Хотя мне кажется, что выиграла ты. Мне тоже так. В этом раунде. Ну смотри-ка, давай пускай будет у нас 50 на 50. Хотя все равно 2 медвежонка и так лучше, но побеждает мой. Да, смотри, 52% за моего медвежонка и 48% за твоего. Ну ладно, ребятки, наш счет вы видите на экранах. В этом видео победила я. Но все равно, Полинка, не расстраивайся. Да, не страшно. Все эти раскраски тебе достаются. Можешь сколько угодно раскрашивать. Спасибо. Будем нормальные варианты выкладывать в наши инстаграмы, ники вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, там очень много всего интересного. Спасибо вам огромное за просмотр. Если вы еще не нажали на кнопочку лайк, то, пожалуйста, прошу вас нажмите. Да, и победителем становится Карина Аракелян. Это типа ты мне руку подняла, не я тебе. В общем, мы с вами прощаемся. Спасибо большое за просмотр этого видео. Да, и пишите ваше мнение в комментариях. Давайте, пускай вообще будет ничья. Зато мы узнали, какие рисунки нравятся вам больше. Какие раскраски и какие у вас вкусы. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok